Всем привет! С вами Ванделей и, совершенно неожиданно, это третья часть обзора билда 2205. Потому что в предыдущих обзорах я не показал самое главное – возможность прокатиться по зоне на тракторе. Трактор находится в туннеле, по которому можно обойти блокпост военных, ведь те в данном билде неразговорчивые и сразу начинают палить по игроку. Но обождите, за обрушенным мостом также находится Нива, в которой тоже можно прокатиться. Садимся внутрь и нажимаем левый клик, чтобы завести двигатель. Впрочем, Нивы нас не удивить. Другое дело – трактор с надписью «Росток». Вы просто посмотрите на этого красавца! Он создан для того, чтобы мы разъезжали на нём по кордону. Кстати, а как насчёт прочих локаций? Перейти на тракторе на свалку честным способом нельзя, к переходу мы просто не проедем. Однако, можно использовать консольную команду перехода на локацию, и стрелок переместится вместе с трактором. Впрочем, в самом начале свалки, рядом с Юриком, которого прессуют бандиты, находится не менее атмосферный транспорт – «Запорожец». И не надо удивляться тому, что наш герой залез на крышу. Это… стандартный баг. Но окей, хорошо, это выглядит уморительно. От транспорта переходим к деталям сюжета. Не затронутым, но и в предыдущих разборах. Основная сюжетная линия в билде ещё не проработана, поэтому, когда мы приходим на агропром, никто не зовёт нас на помощь. Но крот в билде имеется, и уникальный диалог с ним тоже. Бежим к заварушке с военными, и обнаруживаем, что сталкеры неплохо так теснят в боях. Неудивительно, что они не просят о помощи. После того, как все враги будут уничтожены, можно поговорить с кротом. На вопрос, что вы здесь делаете, крот ответит, а сам как думаешь? На что есть три варианта ответа. Ищите артефакты, гуляете, подставляете свои задницы под пули. Крот окажется с чувством юмора, и третий вариант ответа ему понравится. Направляемся в бар. У входа ещё нет рва, он появится в следующем билде. 2232. Давайте глянем, что здесь у долговцев. На базу нас не пропускают, но мы можем заявить, что хотим вступить в долг. С нас потребует 1000 рублей. Платим и направляемся не к Воронину, а сперва к Петренко, который ещё не обзавёлся уникальной внешностью. Петренко спросит, почему мы хотим вступить в долг? Ответ может быть только один. Вести беспощадную борьбу с нечистью зоны. Полковник Петренко согласен взять нас в ряды долга, но вместо этого разводит бюрократию. Он даёт нам разрешение на прохождение испытания и отправляет нас к капитану Иванцову. В релизе этот персонаж имеет уникальную внешность и не играет никакой роли в сюжете. Изначально он был создан как отсылка на одного из разработчиков, программиста Сергея Иванцова. Помимо данной отсылки, лицо разработчика Иванцова должно было висеть на доске почёта в мёртвом городе, вместе с другими сотрудниками GSC. Григорович здесь также затесался. В дизайнерских документах, помимо охранников Лукаша «Капец» и «Угол», которые дожили до релиза, планировался и третий – «Мановар». А «Мановар» – это никнейм Сергея Иванцова. Так что вот вам ещё одна отсылка. И это ещё не всё, ведь в Зове Припяти с него срисуют лицо для костоправа. Итак, Долговец Иванцов выдаёт нам проверочный квест. Направиться в здание напротив. И принести оттуда архивные документы Долга, обойдя весь этот свисающий жгучий пух. Приносим документы и только теперь. Нас пропускают в бункер генералу Воронину. Тот говорит, что Иванцов и Петренко о нас уже доложили. А потому Меченому можно доверить задание выкрасть у свободы РГ-6. А значит дорога наша лежит на армейские склады. Сценка с засадой Долга на свободу уже имеется, но в черновом варианте. При подходе к снайперу свободы, которого поручает убить череп, нам приходит сообщение на ПДА. Мужик, если ты подойдешь ближе, то рассчитывай не на хорошее отношение со стороны свободы, а на деревянный пиджак. Юморески встречается и в диалоге с часовым на входе на базу. Стой. Стою. Пароль. Бомо Поглавибли. Чего? Бомо Поглавибли. Не, не тот. Говорящая лошадь. Мимо. А9. Ранил. Тфу блин. Хорез зубы заговаривать. Еще будут варианты? Себе. Очко. Блин, опять. Ну ты жук. Ладно, я понял. Пароль ты не знаешь. Подскажешь? Щас. Ну пропусти меня, не в поле же мне ночевать. А чё, погода хорошая, лето можно сказать. Ну ладно, пройдешь тест, пущу. Нет, свободен. Тест? Ага, всего три вопроса, на которые должен ответить настоящий мужчина. Я не боюсь, задавай свои вопросы. Первый самый простой. Готов? Слушай. Размер груди Памела Андерсон. 9. Молодец, сразу видно, мужик. Я такой, я мужик. Второй уже потяжелее. Внимай. Количество патронов в рожке пистолета-пулемета Бизон российского спецназа. 54. Отлично. Ты мне нравишься все больше и больше. Не пойми меня неправильно. Я тоже горжусь собой. Ну и третий. С какой скоростью летит южно-африканская ласточка? Чего? Ласточка? Откуда я могу эту хрень знать? Ты хоть сам знаешь? Нет, конечно. Просто подумал, мало ли. Ладно, проходи. Запарил ты. После такого необычного теста, группировка свобода воспринимается несколько по-иному. Кто же знал, что на базу пускают только настоящих мужиков? Мужской клуб зона. В общем, меченому говорят welcome to the club и пропускают. Кстати, билда масон картотека выдвинул предположение, что данный момент может отсылать на сцену из фильма «Монти Пайтон» и «Священный Грааль». Вот данная сцена. Тот, кто ответит на пять вопросов, на три, на три, может пройти по мосту. Стой! Как тебя зовут? Артур, король бритов. Что? Ты ищешь священную чашу Грааля? Какова скорость ласточки без груза? Ты говоришь об африканской или европейской ласточке? Во время последующих посещений базы свободы, также каждый раз надо говорить с часовым и называть южно-африканскую ласточку в качестве пароля. Также у этого шутника можно узнать о болоте и засевшем там безумном сталкере. Направляемся к главному зданию. Зацените уникальную внешность скряги, отличающуюся от релизной. Такая же она будет и в следующем билде 2232. У Лукаша пока что лицо Макса. А Макс просто в броне со шлемом. По другому обставлена комната Лукаша. На стенах висят газета анархия, перечеркнутое изображение богача, надпись анархия мать порядка. А вот так комната выглядит в релизе. Кстати, также вот на данном здании есть табличка. Хватит менять чуму на холеру, в релизе ее также нет. Разговариваем с Лукашем. В диалоге с ним имеется вариативность. Начав разговор с того, что у нас важная информация, можно передумать. И вместо того, чтобы закладывать долговцев, сказать, что дело наше, так, мир посмотреть, себя показать. Аналогично в разговоре с Максом. Когда тот спросит, мы ли видели долговцев на хуторе, можно ответить нет. А когда он спросит о количестве бойцов, у нас будет два варианта ответа. А хрен его знает и человек 6-8. Если мы хотим повыполнять квесты за свободу, то валим отряд черепа, а затем берем квест на убийство предателя Павлика. Надо дождаться 10 часов вечера, после чего Павлик покинет пределы базы. Следуем за ним и только тогда убиваем предателя и наемников, которые пришли навстречу. В последующих билдах игра заранее подсвечивает в ПДА, что предатель это Павлик. Еще до того, как наступит 10 часов и он покинет пределы базы. А вот в билде 2205 никаких подсказок нет. И надо самим проследить, кто же из сталкеров свободы в 10 вечера сорвется с места и отправится на встречу, тем самым выдав себя. Впрочем, до места встречи еще надо дойти, а велика вероятность, что по дороге Павлика тупо загрызут собаки и квест будет провален, не по нашей вине. Идет Павлик навстречу не с пустыми руками, он должен передать наемникам украденные документы долга. Кстати, иконка и название у них такой же, как у документов, которые мы должны были достать для капитана Иванцова. Сохранятся эти документы у Павлика вплоть до билда 2571, когда даже сам квест с документами уже будет вырезан. Также технически документы из ангара и документы Павлика это разные объекты, потому что документы полученные от Павлика нельзя отдать Иванцову. В общем, зачищаем локацию от собак, плоти, изломов, зомби, призраков. Уж непонятно как был придуман такой сюрный вид мутантов. А также избавляемся от контролера с довольно резвой анимацией бега. Серьезно, вы только посмотрите, как передвигается этот наглец. И только после такой тотальной зачистки у Павлика есть шанс дойти до места сделки. Слишком резвый бег также наблюдается у псевдогигантов. Это просто кошмар наяву. Данные твари носятся по локации с гиперзвуковой скоростью. Выглядит это очень безумно и потому весело. Но даже после того, как вы избавитесь и от них, все равно обнаружится, что задание с Павликом кажется невыполнимо. Даже если полностью очистить ему дорогу, на хуторе начинается полный трэш. Дело в том, что здесь заранее сидят наемники, а еще сидят бандиты. Все начинают агриться на всех и устраивают войну группировок в миниатюре. Из-за чего данный квест фиг нормально закончишь. Если залезть в файлы и найти диалоги с Лукашем, то окажется, что у квеста предполагалось два исхода. Первый, мы узнаем, что с наемниками встречался Павлик. Убиваем его и приносим документы Лукашу. Второй, мы не узнаем, с кем же должен был встретиться Павлик. Но квест все равно считается пройденным, если принести Лукашу документы, взятые с тела. Об этом свидетельствует следующая реплика. Спасибо за документы. Жаль, конечно, что не определил, с кем курьер должен был встретиться. Но да ладно. Причем, в любом случае, Лукаш принимает нас в члены группировки и разрешает пользоваться складом. Квеста помочь свободовцам на барьере в билде нет, так как нет и самого барьера. Переход на радар еще не доработан. И здесь только небольшая группа монолитовцев, которые сидят у костра. Выглядит это довольно интересно, когда ты идешь и ожидаешь увидеть барьер, но в итоге застаешь здесь несколько другие декорации. Занятно и то, что мы могли посоветоваться с Максом, как лучше выполнить поручение Лукаша. Как будто на данном этапе, сталкер предполагался как игра для умных. Больше в стиле старых игр, когда нам не подсвечивают, что предатель это Павлик и не говорят в лоб, как себя надо вести. Вместо этого надо было додуматься, пойти спросить совета у Макса. Нас ждал следующий разговор. Есть вопросы? Да, Лукаш поставил задачу перехватить Курьера Долга по пути с радара в Мертвый город. Не подскажешь, где лучше это сделать? Лучше его перехватить до того, как он дойдет до хутора у прохода на Мертвый город. Там его явно будут ждать и ты вряд ли справишься. Да и через деревню идти надо будет, а там лучше не показываться. Двигай восточные деревни и быстрее. А что там в деревне? Поверь, ничего хорошего. Тварей много латят, аномалий тоже хватает. Потом расскажу. Наверняка вы заметили, что речь идет не о задании с Павликом, а о другом квесте. Дело в том, что это еще более ранний квест. По нему мы должны были перехватить Курьера Долга, который шел с радара. Уж не знаю, как он туда попал. Как раз на хутор, где его ждали наемники. Все вместе они уходили в Мертвый город. После квест был изменен, и наемники на хуторе стали ждать предателя Павлика, который после передачи документов в Мертвый город с ними не идет, а возвращается на базу. И это куда логичнее, чем Курьер с радара. Ведь даже при подходе к территории Монолита нам приходят сообщения. Внимание всех желающих разжижить мозги. Проход на радар охраняет отряд Монолита. Я думаю вы в курсе, что они стреляют по всем. Удачи! Недработан в билде и квест с поваром. Здание, в котором он сидит, напоминает нормальную столовую. После все эти объекты отсюда уберут. Также после заделают проломленную крышу. Несмотря на вылет в диалоги, у нас все еще есть возможность узнать, что РГ-6 находится в деревне. Данную информацию можно было узнать не только от повара, но и от Макса. Помните, он выдает задание убить безумного сталкера на болотах и принести его флешку. Начиная с билда 2232 и до самого релиза. В награду Макс обещает нам Desert Eagle, но в 2205 он говорит «В обмен я тебе подскажу место, где можно взять гранатомет типа РГ-6». Неплохо так Макс решил спалить схрон своей группировки. И действительно, если мы принесем ему флешку, то секретную информацию он нам сольет. Но спасибо, братан. А насчет гранатомета, в деревне в одном из домов лежит в подвале РГ-6 и несколько зарядов. Только не задерживайся там до ночи. Ночью там вообще хрен знает что происходит. Я тебе дам наводку на ПДА, найдешь. Вход в подвал скрыт за объектами. И даже в самом подвале имеются объекты, которые закрывают от нас гранатомет и не пропускают к нему. В то время как в релизе гранатомет лежит на виду. Также в отличие от релизной версии, РГ-6 в билде появляется только после того, как мы узнаем его местоположение. Очень забавный диалог прописан одному долговцу. Однако в игре я его не нашел. Поэтому зачитываю диалог из ресурсов билда. Здорово сталкер, новенький. Не видел тебя раньше. Давно вкинулся. Вкинулся? Ну зоны обычно откидываются, а у нас все наоборот. Значит в зону. Усёк? Усёк. Не, я молодой. А ты? О, а я тут уже давно. Можно сказать с самого начала. Еще ничего не было. Ни группировок, ни военных, одни монстры и я. Немало их подохло от моей руки. Да. Рук. Помню сражался с десятью кровососами одновременно. С десятью? Ну ну. Не веришь? Ночью это было. Ничего не видно. Только глаза блестят и ветер свитчет. Да. Дождь тогда еще страшный был. Как выскочит на меня кровососина, я в него очередь. Тут второй, я еще одну. Третий, я стрелять. А дробовик заела. Дробовик заела? Ты ж очередью стрелял. Не перебивай старших. Четвертый, я его прикладом. Тут меня за ногу как схватит что-то. Я, глядь, еще один. Маленький, серенький. Подкрался, сука. Ну, думаю, конец мне пришел. Маленький, серенький? Ну, чувак, ты заливаешь. Я заливаю? Да я... Вообще, все меня знают. И вообще, я это... Со стрелком даже был знаком. Со стрелком? Как интересно. Вместе сереньких кровососов мочили. Иди ты. Ну, а как он выглядит? Кто? Кровосос? Стрелок. Здоровый детина. Метра два с чем-то. И в плечах столько же. Страшный ужас. На боксера похож. С азиатской примесью. С азиатской примесью? Ну да. Глаза у него раскосы. И шрам через все лицо. Вот. Понятно. Ну, давай, боец. Помимо этого, в файлах лежит более ранний вариант разговора с черепом по поводу убийства снайпера. В самом билде, череп долго объясняет в чем суть задания. А после мы можем либо согласиться, либо отказаться убивать свободовца. Более ранний вариант разговора, который лежит в файлах, предполагал богатую вариативность. И звучал следующим образом. Да хотим этих главного свобода наказать. За то, что нашего замочили. Беспредел полный творится. Если хочешь подзаработать, то грохни снайпера на вышке. А то у нас снайперка навернулась. Во время мля. Вариант ответа. Я подумаю. Давай, мыслитель. Вариант отказаться. Не, меня ломает. Да и с моей хлопушкой не сподручно. А какого ты вообще по зоне ходишь? Вариант, когда мы убили снайпера заранее. Я его уже грохнул. И смайлик. Ну ты крут. Возьми награду. За труды свои праведные. Альтернативный вариант. А я его уже шлепнул. Ну брат удружил, спасибо. Возьми вознаграждение и помни. В нашей группировке ты будешь желаным гостем. Вариант, когда мы отказались, а потом пришли снова. Я подумал. И до чего додумался. Я еще подумаю. Ну ты и тугадум. Альтернативный вариант. Пожалуй нет. Ну и вали отсюда. Вариант все-таки согласиться. Ок. Я его шлепнул. Ок. Я его грохнул. Вот твои деньги. Заходите еще. Обязательно. Вариант, когда мы отказались. Согласились. И вновь пришли отказываться. Не могу я этого типа грохнуть. Жидковато однако. Может еще попробуешь? Ладно, попробую. Не тяни резину. Альтернативный вариант. Да ну его нахрен. Как знаешь. Другая ветка разговора. Чего тебе? А можно вопрос? Иди, иди. Я по пятницам не подаю. И еще один вариант разговора. Я думал, думал и додумался. Грохнул я твоего мужика. Странный у тебя образ мышления. Ну да ладно, вот твоя награда. Заходить еще. Не примену. И смайлик. Дальнейшие реплики. Как прошла охота? Могло быть и хуже. Что дальше будете делать? Вернемся на росток. И ты заходи. Как время появится. Также если мы убивали и снайпера и Лукаша, то череп нам говорил. Вах молодец. Возьми конфетку. И снова смайлик. Как я уже сказал, в билде данные реплики, насколько я понял, не используется. Поэтому берем квест при помощи куда более скучного диалога. Идем к стене и привычно уничтожаем ее при помощи ножа. Под стеной лежит граната, которая и должна была взорвать стену. Что интересно, обещание подарить деревянный пиджак, так и останется обещанием. Снайперу будет совершенно пофиг на наше проникновение на базу. Валим снайпера и долгари тут же приходят в движение. Даже если мы не брали у них задание на убийство снайпера. Долговсы занимают позиции у проема и ничего не делают. Так как стена уже взорвана. Также забавно, что после смерти снайпера на наш ПДА все еще будут приходить сообщения от него. Каждый раз, когда мы будем достигать зоны у забора. Если же не уничтожать стену самому и не мешать долговсам, то они успешно начнут штурм базы. Из других вырезанных реплик. При подходе к деревне с нами должен был связаться Макс, прислав следующее сообщение. Меченый будь осторожен. Говорят в деревне появилась новая аномалия. Движется очень быстро. К тому же ее падло не видно. Активировать данную реплику в билде мне не удалось. Видимо она тоже не задействована. Еще одно интересное сообщение приходит, когда мы подходим к водонапорной башне. Я про него уже рассказывал. В этом сообщении говорится, что если всю ночь присидеть на башне, то обязательно что-нибудь произойдет. Смайлик в конце как бы намекает на подставу. Наверху даже сидит скелет, который в последующих сборках отсюда уберут. Иначе этот несчастный тоже повелся. Но так и не дождался обещанного сюрприза. Причем это довольно нетипичный скелет. Обычно скелеты в сталкере тут же разваливаются, как только вы до них докасаетесь. Но данный состоит из плоти и крови. Точнее так прописан. И он не разваливается, даже если мы свалим его вниз. Вот он очередной обращик психоделии билдов. Кстати по поводу жутких вещей. Близ деревни разгуливают зомби. И зацените какие необычные звуки исходят от них. Решение прописать зомбиам такие звуки довольно интересно. И создает жуткий эффект. Но будем честны. Такие звуки могут исходить от монстров в каком нибудь сайлент хиле. Но не в зоне отчуждения. Все таки у зомбарей нет никакой пси антенны в башке. Поэтому после от идеи с такими звуками откажутся. Возвращаемся к водонапорной башне. На которой нам советуют просидеть всю ночь. В определенный момент мне просто надоело сидеть на башне. И я спустился вниз. Направился в деревню. И наткнулся здесь на химеру. Причем она почему-то не спешила меня атаковать. Ну а потом начался полнейший сюр. Одна за другой. Стали подтягиваться прочие химеры. Появились полтергейсты. С неба свалилось тело сталкера. Это полтергейст его зашвырнул. А химеры все еще меня не атаковали. Вместо этого они в данном билде. Становятся на задние лапы. И активно пугают главного героя. Попутно издавая хрюкающие звуки. И что это вообще такое? Как бы что происходит? Анимация рычания химер на героя. Выглядит крайне необычно. И видимо происходящее в деревне ночью в данном билде. Это и есть то самое обещанное нам в сообщении. Не зря же даже Макс упоминал. Что в деревеньке творится дичь. Трупы которыми начали разбрасываться полтергейсты. Это тела свободовцев. Группы сталкера угрюмого. С этой группой будет связан интересный квест в следующей сборке. 2232. И спойлер там они тоже все погибнут в этой деревне. Но уже по скрипту. Кстати сюр творится в деревне и днем. Зацените как кровососы втроем насилуют бедного мечного. Если бы не год мод наш герой был бы уже мертв. Наконец на окраине складов. В туннеле сидит наш старый знакомый. Технический клон Сидоровича. С вывернутым лицом. Впрочем после того что творилось ночью в деревне. Нас таким не испугать. Напоследок копаясь в файлах с игровыми диалогами. Я наткнулся на тестовые диалоги. В которых прописана всякая забавная черновая ересь. Зацените. Диалог про водку. У тебя водки нет случайно? Есть, но не дам. Тестовый диалог. Вот тебя я и встретил. А ты кто такой? Я тебя давно искал. Беги быстрее от меня. Пока. Пока. Еще один черновой диалог. Привет. Как дела? Плохо. Так тебе и надо. Так себе. Хрен с тобой. Лучше чем у тебя. Пошел в жопу. Надо с тобой еще поболтать. В самом билде эти черновые диалоги разумеется не задействованы. И вот таким предстает перед нами билд 2205 от 15 апреля 2005. Он веселый, он сюрный и полон контента не дошедшего до релиза ТЧ. Если вам было интересно, то в описании есть ссылки на плейлисты с обзорами дизайн документов и обзорами билдов сталкера в хронологическом порядке, которые со временем будут пополняться. А ролик на этом подошел к концу. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А с вами был Вандалей. Всем удачи и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова